Продолжение следует... Неповторимым жеребием. Многодетная семья Сафроновых почти в сборе. Родители и трое детей. Старшая сестра в этот день на экзамене. Зато остальные дома. Мама Катя, папа Валерий и мальчишки. Петя, средний сынишка и Дима, младшенький. По возрасту, но не по значимости. У меня вот такие вот жипы. Еще вот такие мальчишки есть. И еще один жипы есть. Как и все мальчишки, и Петя, и Дима очень любят играть в машинки, танчики и, конечно, компьютерные игрушки. Что, как устроено, современная ребятня схватывает на лету и на собственном опыте. Маленький был такой, ну, я не знаю, даже сейчас привычка. Вот эти выключатели где-то внизу. Это все. Там выходит, там. Тут выключил, тут выключил, тут это. Туда, тут включил. Все кнопки. Трун-трун-трун-трун-трун. Раньше и машину. Тогда к сестре приезжали. Она стиралку завела. А он сходил, тут там проверил. Выключил. Выключил все, что внизу. Это вот он, это. Мы в аквапарке выжили. Да, в аквапарке отключился. В телефоне так знает. Все, ну, Катя телефон брал, я смотрю, Катя звонит. Петькин там разговаривает, он видно так. Раз, он там нажал, все, мне звонит. А, у, а, у, у, и начинается. Петя, ты звонишь папе? Я звоню. Братья любят друг друга, это сразу видно. Как и то, что они не похожи. Личико Петя особенно привлекает к себе внимание. Итак, внимание, да, это необычный человек. Шесть лет назад судьба подарила Сафроновым солнечного ребенка. Так традиционно называют людей с синдромом Дауна. А в семье этого мальчуга она называет Петенок. Петруша, дорогуша, роднуша, сынулик. Он теплый, яркий, добрый, ласковый, сладкий, любимый и родной. Так говорит мама. А еще он любознательный. И вообще он очень любит книги. Вот как. Все, читайте книгу мне, да? Про репку? Давай ты расскажешь сам сказку, да? Занятия каждый день почти с рождения. Разные методики и, конечно, очень-очень много любви. Благодаря этому Петя знает азбуку, умеет читать. Правда, не так, как другие шестилетки. Но обычные правила условности не для него. Немногим улыбается такое особенное счастье. Дети с синдромом Дауна рождаются примерно один на тысячу. Каким-то неведомым, случайным образом природа время от времени заставляет появиться в клетках зарождающегося организма на одну хромосому больше. И случиться это может в любой семье. Вот когда это где-то далеко, вроде бы ты относишься позитивно и нормально. Но когда это случается с тобой, то здесь ты не знаешь, как отреагирует. Медицина по сей день не имеет достоверного обоснования причин возникновения трисомии, как говорят врачи, когда 21-я пара хромосом превращается в троицу. Эта маленькая особенность делает организм другим. Внешность, работа органов и систем, развитие в целом. А современные исследования во время беременности не всегда могут распознать эту задумку природы. Ну, у меня вот почему-то было всегда какое-то внутреннее ощущение, что мимо меня это не пройдет. Вот все анализы были хорошие, вроде бы не было повода. Но почему-то вот, ну, как-то интуитивно у меня было такое ощущение. Почему-то я боялась именно этого. Солнечный лучик ползет по стене, солнечный лучик крадется ко мне, лучик мне шею забавно щекочет, будто со мной познакомиться хочет. Такими строками Екатерина предваряет сегодня видеопрезентацию своего необычного сынишки. Я гуляла с коляской и все время думала, вот все дети пойдут в садик обычный у других мамочек, будут учиться в школе, а вот нас еще неизвестно, что ждет. Моя старшая дочь, ее зовут Наташа, она вообще не понимала, почему мы расстраиваемся, вот изначально, когда у нас Петя родился. Она так и говорила, ну, его же Бог послал, а Бог плохого не пошлет. То есть вот такая логика. Ну, в общем-то, дети, они иногда гораздо мудрее, чем взрослые. Старшая Наташа стала настоящей опорой и помощницей для мамы. Сейчас она заканчивает школу, у спортсменки-красавицы впереди большие планы. Она определилась, кем хочет стать. Последние три года она активно занимается спортом и всегда радует нас своими успехами. У нее, конечно, есть мечты, даже план действий. Она хочет выполнить программу сначала кандидата в мастер спорта, потом стать мастером спорта. Но я думаю, что при ее целенаправленности у нее получится. О многодетной семье никогда и не думала, говорит Катя. Но так получилось, что именно появление на свет необычного ребенка не только не сломало семью, а сделало ее еще больше и крепче. Родители решили, Пете нужен брат, так что через год с небольшим на свет появился Димка. Так и понеслось. Дружба, игрушки, затеи, шалости, даже простуды. Все пополам, по-братски. Сначала, да, у нас Дима все повторял за Петей. И это очень выглядело смешно. Вот на видео я тут недавно пересматривала. А сейчас, наоборот, Петя в основном, он копирует Диму. Если один бежит, то другой бежит за ним. То есть даже вот двигательные какие-то моменты. Екатерина старается дать своим детям все, что в ее силах. Петя, как все обычные ребята, ходит с братом Димой в обычный детский сад Череповца. Номер 10. Оказалось, что Петя, несмотря на свою непохожесть на других, сумел стать любимчиком в группе. Это правда. Стоило ему прийти на площадку, как все вокруг обрадовались. Петя пришел. Воспитательница Лариса Алексеевна рассказала, что он всегда жалеет своих друзей, если случаются неприятности. А ребята в ответ помогают ему и поддерживают во всем. Петя! 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 Ну вообще, инклюзивное образование – процесс достаточно сложный. Но в нем есть свои плюсы. Для детей с особенностями в развитии, такое внедрение в общий развивающий детский сад полезно тем, что он лучше социализируется, его развитие гораздо быстрее происходит. А для остальных детей тоже огромное преимущество в том, что они уже с дошкольного возраста учатся терпимости, толерантности, гуманному отношению. Екатерина решила приобщить мальчиков к спорту. Оба занимаются айкидо и делают успехи. В этом очень помогла тренер Ульяна Минина. Мы уже с ней знакомы. Она тренирует и обычных детей, и детей с особенностями развития. По ее мнению, совершенно не важно, с каким ребенком заниматься. Нужно просто развивать то, что в нем есть. Ты не обязан, и он не обязан соответствовать твоим представлениям о том, как правильно все должно быть. Он просто развивается. И когда ты видишь, что вчера он не мог, а сегодня может, это так здорово. И это на любых детях, действительно, это в любых детях радует. По такому же принципу занимается с детьми Светланы Смирнова в Центре преодоления. Она знакомит малышей с миром музыки и звуков. Что такое маракас, музыкальный треугольник, колокольчик, Петя уже знает и даже старается петь. Пока тихонечко. Поскольку учреждение реабилитационное, поэтому прежде всего я себе задачу ставлю, что все-таки нам нужно улучшить речи Пети. Поэтому через пение старается, он пытается. Конечно, не знаю, что там будет слышно у него, что он там пел сегодня. Но тем не менее у него очень хорошая артикуляция. То есть видны его занятия, видимо, с логопедом еще занимаются, плюс пение. И я думаю, что он в следующий год у нас уже будет хорошо говорить. Большая дружная семья, безусловно, поддержка для Екатерины. И ее же большой труд. Чтобы поделиться своим опытом с семьями, где есть необычные дети, она вместе с Юлией Мажаровой создала общественную организацию «Я могу». Узнать о ней побольше можно в социальной сети ВКонтакте. Одним из масштабных и очень интересных последних проектов стала фотосессия детей с синдромом Дауна с известными людьми. Когда я звонила и приглашала для участия в проекте, никто не отказался. И наоборот, люди готовы были участвовать, даже не вникая в какие-то детали. Но, конечно же, то, что получилось, это намного лучше, чем даже я себе могла представить. Первые лица города, спортсмены, музыканты, сами дети, их родители и, конечно, фотограф Олег Трифонов провели в студии несколько часов. Распечатать фотографии помог благотворительный фонд «Дорога к дому». Работа того стоила, говорит Екатерина. Теперь у всех участников фотосессии чудесные фотографии на память, запечатленные мгновения радости. И не важно, большой ты чиновник, успешный бизнесмен, чемпион или маленький солнечный человек. Главное понимать ценность каждого и принимать счастье, которое дарит нам судьба. Дарит каждому без исключения. И каждому свое. Редактор субтитров А.Семкин